Девушки отдыхают В основном это сыр, но вместо сэндвича вы получаете сочный сырный рулет, который идеально сочетается с горячим супом. Это идеальная закуска для группы, чтобы поделиться им во время товарищеского турнира. А для приготовления всего лишь нужны белый или зерновой хлеб, сыр чеддер и сливочное масло. В первую очередь отрежьте у кусочков хлеба корочки, а затем раскатайте каждый кусочек, пока они не станут относительно плоскими. На хлеб выложите кусочек сыра и начиная с одного края сверните его как можно плотнее. В конце прижмите рулетик ладонью, чтобы скрепить его. В сковороде растопите сливочное масло и когда оно начнет немного шипеть, выложите рулетики и обжарьте с каждой стороны, пока сыр внутри не станет плавиться, а рулетики сверху не приобретут красивую коричневую корочку. Но тут кажется чего-то не хватает. Точно, нужен соус, конечно же сырный, а для него нам нужны чеддер, я выбрал красный ради красивого цвета соуса, плавленый сыр, сливки, немного соли и перца чили. Чтобы приготовить соус, в сотейнике разогреваем сливки. В это время натираем плавленый сыр, так он лучше растворится. К этому времени сливки уже должны быть горячими. Добавляем в них натертый плавленый сыр и хорошенько перемешиваем. Пока он плавится, для удобства нарезаем чеддер, если же он у вас куском, так же натираем на терке, добавляем сливочно-сырную смесь и перемешиваем. В конце добавляем соль, перец и окончательно все перемешиваем. Вы только посмотрите, какой красивый цвет приобрел соус из-за использования красного сыра чеддер. С такой закуской уж точно можно устроить сырную вечеринку. Получается некое подобие сырных сэндвичей компактной формы, которые в сочетании с сырным соусом просто великолепны. В книге написано, что подавать их нужно горячими, но на мой взгляд, охлажденные возможно даже вкуснее. Тем не менее, ингредиенты достать не проблема, так что вперед на кухню. Вы точно не пожалеете о потраченном времени на приготовление этого блюда. Готовьте, ешьте, играйте. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!